Конечно, тоже по Украине, поскольку это самый животрепещущий вопрос сегодня. И вот всегда говорят, как формируется идеология. Вот сейчас она формируется в этом зале. Она всегда формируется, когда где-то насилие, война. На ровном месте, когда всё хорошо, красиво, концерты, балы, какая может быть идеология. Вот здесь мы начинаем видеть элементы будущей нашей идеологии. Вот мы все, в большинстве своём, во всяком случае, проявляем солидарность с нашими гражданами или соотечественниками, по-любому можно называть, жителями Юго-Востока Украины. Мы видим, что такое пропаганда Запада, когда наглая ложь день и ночь. Всё искажается, всё подаётся совершенно в другом виде. Зимой Янукович ничего не имел права делать. Никакого насилия, демократия, всё договариваться. Сейчас май-июнь, наоборот. Поощряют Киев, давайте всё правильно, ещё сильнее, всё-всё. Это не является двойными стандартами. Это один стандарт. Стандарт борьбы за хорошую жизнь. Мы с вами хотели коммунизм построить. Американцы построили. И хотят остаться на вершине коммунизма. Единственная сверхдержава, английский язык, доллар. И все лежат под нею. Вот. В основе, конечно, экономические причины. И ведь параллельно идёт ситуация в Ираке. То, что там сейчас происходит, это планировалось 10 лет назад. Не просто убрать Саддама Хусейна, а расчлинить страну. Отдельно курды, по национальному признаку. Отдельно, значит, суниты и шииты. Вот на три части. И в чём-то это правильно. Потому что их всегда враждовали. Саддам Хусейн был лучше, чем нынешняя власть. Там в год погибало 100. У этих погибает в день 100. Но какой режим лучше-то? По количеству трупов. Хотя бы этот показатель возьмите. И увидите, что режим Саддама Хусейна. Но силой нельзя держать. Курды и арабы это разные народы. Шииты, суниты это разные ветви веросповедания. Как у нас католики и православные. Нельзя их загонять в одну, так сказать, коморку. Но параллельно рассыпаться будут и другие страны. И Иран, и Афганистан, и Сирия, и Ливия тоже рассыпалась. Но самое главное, каким путём? Самым зверским. Самым отвратительным. И то же самое на Украине сейчас. Явно, что это чуждые две части. Западная Украина и Восточная. Но пусть разъедутся спокойно. Как при острожении брака муж с женой. Разошлись и всё. У всех свои квартиры. Львов столица Украины западной. Харьков столица восточной. Теперь это будет как Новороссия. Но не хотят. Вот вам демократия. Не хотят. При этом представитель справедливой России туда едет. И там доказывает, что они правы. Запад прав. А мы с вами не правы. У него же мандат нашего федерального собрания. Мы предлагаем комитету по регламенту, комиссии по мандатам. Лишить мандата. Нет. Получается, Госдума сама поощряет своих противников. На тебе мандат. Поезжай, поливай родину, как хочешь. Представляете, сюда приехал американский корресмен. И поливал бы здесь Бараку Обаму, так сказать, и всю позицию Конгресса США. Его вообще даже в Америку бы не пустили. Его посол бы арестовал бы здесь. Американский. И главное, наши журналисты молчат. Может, вообще подсадная утка, Пономарёв. Что наши молчат. Он нас там поливает грязью. Наша пресса молчит почему-то. Дипломаты молчат. Секретной почтой посол пишет. Что сказал, где сказал. Весь мир знает, а мы должны секретной почтой знать только. Поэтому, конечно, вызывает удивление те, кто пытались дружить с Западом. То есть отношения рабочие, прохладные, со всеми надо иметь. Но думать, что они там друзья, и что это вот дорога демократии, мира, безопасности, этого нет. Везде конфликты. И никогда не будет. Почему я иногда спорю с коммунистами? Идея хорошая. Но коммунизм возможен, как американский либерализм, силой подавлять всех. Всех эксплуатировать. И всех доить, доить, доить. Тогда 300 миллионов американцев будет жить хорошо. 5% населения. 5! У нас тоже 5% живут хорошо. У нас 5% живут великолепно. Лучше, чем американцы. Но это обманывать не надо. Пускай будет партия и говорит, ребята, вот 5% при мне будет жить хорошо. Остальные быдло. Идите работайте. Всё честно. Но говорит, что мы построим общество, где все потоки благополучия, там, изобилия будет. Всё потоками польётся. Зачем обманывать людей? Полилась кровь. И всегда будет литься кровь. Даже какие-то небольшие шаги, если сделаем. Поэтому, конечно, здесь экономика в основе. Хочется, чтобы доллар гулял по планете. Чтобы все кланились. Барак у Обамы. И вот видите, как уже в наглую готовы нас унижать и оскорблять. Мы же не говорим, вот у нас среди молодёжи гуляют эти поговорки, там, Порошенко-Параша, победа будет наша. Мы же такие глупости не будем говорить. Это оскорбление. Он же президент Украины. Но у нас есть такая поговорка. Среди молодёжи гуляет. Мало ли, что там будут в Киеве ночью накачанные наркотиками, пьяные, хулиганы выкрикивать какие-то лозунги. Но для этого нельзя быть, надо быть министром основных дел, прийти. Но он уже знал, что он не будет. То есть мы сами заблуждаемся. Он уже не министр. Он пришёл, как обычный киевлянин. Наверняка был пьяный в дрезину и орал там всё, что надо. Но пришёл и депутат партии регионов, бывшая правящая партия. Вот я вас предупреждаю, Единая Россия. Среди вас полно предателей. Если натовские танки подадут к Москве, половина единороссов побегут встречать натовские танки. Вот это вот имейте в виду. Сейчас всё хорошо. Как только зашумит, как вот сейчас. Зашумело, он же пришёл в российское посольство, кидает камень. Это бывшая правящая партия, союзник Кремля. Янукович и его партия. Вот всё. Поменялась власть, всё, долой. Царя убрали, всё, давай, сжигай, всё царское. Советскую власть убрали незаконно. Опять всё плохо. Всё советское отменить. Вот этого не должно быть. Поэтому демократия сложный процесс. Проводить выборы честные никто не хочет нигде. И в Америке они бесчестные. Только две партии. Только два нужных кандидата. Какая разница, кто победит? Вот, Джон Керри был тоже кандидат президента. Что он сейчас творит? То же самое, что Барак Обама. Это всё... Но это лучше, чем мы, когда закручиваем гайки. Только Сталин, только Брежнев, только одна партия. Научитесь играть. Ну сделайте вы из правящей партии две партии. Я имею в виду КПСС когда была. И всё. И уже легче было бы всем. Люди хотят видеть разных людей, так сказать. Разную позицию. Суть будет одна и то же. Вот это не хватает нам. Мы вот так вот всё скрутить, так сказать. А от чего это осталось? От монгольского нашествия. 300 лет кочевники нас держали. Там только одно было силой. Сжигать, убивать. Сжигать, убивать. И 300 лет это было. И нам тяжело, конечно. Поэтому что нужно сегодня делать? Надо прекратить разговоры о цене на газ. Только предоплата. Через Стокгольм взыскать все долги. Всё, что накопилось. И смело перекрывать вентиль. И сказать Западу. Самое главное заставить Газпром по-другому вести коммерческие дела. Прекратите продавать газ на границе Украины с Западом. Продайте газ на русско-украинской границе. Всё. Вот продайте газ для Европы. А потом пускай Европа и взыскивает газ с украинцев. Они у них не украдут ни одного кубического сантиметра газа. А воруют у нас, потому что мы такие добрые. Бери, ребята. Где украинские, где европейские, никто же не поймёт. А вы на границе с Россией продаете. Чё Миллер этого не делает? Сколько нужно потерять денег? 250 миллиардов долларов. Сделают это. Но с огромными потерями. Зачем головная боль? Наплевать нам на Украину и на газотранспортную систему. Продайте на русской границе. Всё. Вот ваш газ, европейцы. А украинцам дадим, когда заплатят. Это вот тоже надо иметь в виду. Беженцы. Выдать паспорта немедленно всем. Никаких там упрощённых процедур. И люди прибежали с сумочкой, с детскими игрушками. У них вообще ничего нет на руках. Паспорта русские выдать всем, кто хочет. Немедленно. В течение там недели. И голову не морочить. Это вот и максимальную помощь оказать Луганской Народной Республике, Донецкой. Признать их. В любом случае не признавать выборы Порошенко. И оказывать мощнейшую, в том числе, военно-техническую помощь нашим соотечественникам в Донбасс и Луганск. Спасибо. Алексей Кузьмин.